Господа, я уже 14 лет являюсь клиентом Тинькофф Банка. Поэтому многие изменения, которые с ним происходили, они были буквально на моих глазах. Я наблюдал, как банк развивается, становится лучше и придумывает для всех нас какие-то новые классные фишки. И именно эти фишки делают нашу жизнь проще и удобнее. Чего стоит только снятие налички в банкоматах без комиссии или вот это божественное, удобное приложение. Именно это все в сумме и подвигло меня стать в итоге амбассадором банка. Ну и как очередной этап развития это смена названия. Да, теперь Тинькофф это Т-Банк. Но пусть вас это никак не пугает. Для нас, клиентов, все останется так же, как и было. Надежно, быстро, удобно и доступно 24 на 7. Просто теперь с новым именем. Т-Банк. Он такой один. Берем турбу TD-04 с авито сомнительного качества БУ. Форсунки со зона по акции. Пока что одна, но три приедут позже. Самый дешевый аналог Тиаловского лоффа, но увеличенного диаметра. Запятак. И Паша, которому сказали, что работа на вечер. Также к этому добавим фланцев, новых отводов. Естественно, новый выпускной коллектор и куча-куча-куча всякой суеты. Бензонасос топливной переведем на систему с обраткой. Появится наконец-то лямбда. Система будет с коррекцией постоянной. И, естественно, новый электронный блок управления. Январь 5.1.1.1.6.8.35.43. Неважно. И самый главный настройщик Артем опять же. Все должно поехать. Стандартный. Стандартнейший. Просто в мясо, насколько это можно конфиг. Но вроде точно должно сработать. Субтитры сделал DimaTorzok Здравствуйте, господа. Добро пожаловать на очередную серию к Матизу. Как вы только что поняли из этой заставочки, машина почти собрана. Вот так, немного с литературом разобраться и будет собрана. Это всего лишь первая фаза, которая, наверное, в видосе... Сколько это? Вторая сейчас минута, наверное. Ну, может, третья. С интеграцией. Это само Соборик. То есть, с самого начала видоса машина уже собрана. Однако, это ничего не значит, потому что после сборки ее нужно еще настраивать. Смотреть, что из этого будет получаться. Менять электронный блок управления. Электрика. Наша любимая электрика, которая может в жизни занимать 2-3 недели. А на видео вообще никто не хочет смотреть. И тем не менее. Так что мы сейчас с вами. У нас сегодня... Какое сегодня мае? Это 6-ое? Да. 6-ое мая мы начинаем, чтобы вы поняли. Закончить мы это можем, когда появится зацеп. Потому что там на улице плюс 5. И нам формально вроде спешит некуда. Но и времени на это понадобится много. В общем, так или иначе, погнали. Далее. Я всех поздравляю с наступлением лета. Ну, вот так это работает здесь. Есть своя, так сказать, антиугонка. Наступление лета значит, что у нас есть держак. У нас жара. У нас шорты. Красные футболочки. Значит, что наши полуслики только из-за красных футболочек будут нереально работать. И машина собрана. Машина собрана. И Артем, настройщик, которого вы видели в прошлой серии. Он должен был приехать вместе с нами. Мы должны были с ним пообщаться, что-то поснимать. Но он приехал без нас. Накидал какую-то базу. Выдал базы, грубо говоря. Теперь тут базовая прошивка есть. Соответственно, машина заводится и как-то куда-то ездит. На ней наваливать пока нельзя. И в ней еще пока нет топлива. И на улице эту неделю обещали 20 градусов, Владян. Почему здесь 20? 20 500, а не 20 ровно. В общем, нам нужно доехать до заправки, заправиться. Посмотреть, как она будет греться, не греться. Вообще, мотор живет, не живет. Потому что пока что блок управления никто не менял. И хотели поставить, естественно, январь 12.5.1. А сейчас стоит предыдущий, который здесь, по-моему, Бошевский, чуть ли не стоковый был. Когда-то на шестнарях одно время шел на ранних. В общем, сейчас все зависит от того, ближайшие 5 километров закипит она, взорвется или не загорится. Спасибо компании огромный Выхлопград, кто поправил выпускной коллектор, потому что для вас вроде ничего не происходило, а в мелочах работы произошло всякое много, чтобы просто это было более-менее нормально. И если она сейчас у нас за ближайшие там час, что мы с Владяном будем кататься по пробкам в жаре без навала, не будет закипать и будет вести себя стабильно, мы звоним Артему, и он вечером приезжает, потому что днем в такую жару настраиваться не очень. И мы начинаем ее уже настраивать на что-то интересное. И сегодня, наверное, кстати, будет одна из первых серий, когда я не буду говорить, что нам не зацепиться. Потому что у нас под 30 градусов жары и у нас полуслик. То есть, ну, лучше зацепа уже не будет. Так что сегодня мы однозначно надеемся на какой-то результат. Ну или положим мотор. Господа, лето, жара, а значит кондиционер в автомобиле переоценить невозможно. Но такое случается, это не беда, если вдруг он сломался. И в этом случае вам на выручку легко сможет прийти компания Luzar, потому что они уже более 20 лет занимаются производством компонентов охлаждения и кондиционирования для автомобилей. Кстати, завод по производству радиаторов находится прямо здесь у нас, в Санкт-Петербурге. Также вся продукция активно используется и тестируется на автомобилях собственной гоночной команды Carville Racing, которая является лидером RDS GP и RDS Europa. Вся продукция компании полностью соответствует установочным размерам оригинальных изделий, а это значит, что с установкой не будет никаких проблем. Теплоотдача радиаторов и производительность компрессоров кондиционера также полностью совпадает с оригинальными, а значит система будет работать в штатном режиме. Важно отметить, что компрессоры Luzar уже заправлены маслом и его тип и количество указаны на упаковке. При замене компрессора кондиционера обязательно требуется произвести промывку системы кондиционирования, а также нужно заменить фильтр осушителя. Это также прямо указано на упаковке, а после промывки требуется заменить клапан ТРВ. Поэтому данный вид работ я вам рекомендую проводить только в специализированных сервисах, у которых есть подобное оборудование для промывки систем кондиционирования. Ну а запчасти, естественно, я вам рекомендую выбирать от компании Luzar. Ссылку на нее я оставлю в описании. У нас сегодня в любом случае все по плану, поэтому сейчас идет также все по плану. Значит, мы доехали, но холостые, типа тысячи полторы, тачка кипит. И самое главное потом, мы заправились, мы дотолкались до заправки, потому что она не заводится теперь. Так. То есть вот это, в принципе, все. Ну-ка. То есть тут нужна, видимо... О, ну-ка, ну-о-о! Ты был прав. Ну, она снова заглохла, да? Короче. Да. А теперь у нее нет холостых. Секундочку. Раньше, когда я забирал тачку с сервиса, я все время очень переживал насчет того, что вот ты забираешь, и ничего не работает, значит, все ломается и прочее. Но идут года, мы очень давно в этой истории. И теперь, когда я забираю тачку с сервиса, я просто уже еду сразу с пониманием, что вот мне машину сделали, она готова. Сейчас мы будем день выживать, потому что все развалится. Ну, потому что она же только что из сервиса. Это логично. Вот, собственно, сейчас это и происходит, поэтому ноль осуждения, сто процентов понимания. Пытаемся хотя бы завестить. Возможно, для начала нужно просто постучать по стартеру, потому что стартер новый. Так, как бы перемкнуть? Давай, мышь, попробуем, ты ключ зажмешь и держишь, а я там стучу. Надо ими перемкнуть стартер сейчас. Стартер работает, уже хорошо. Значит, сейчас будем заводить. Не втягивающее не работает, не с замка, не если постучать. Да. Это чисто стартер гафнул. На него все приходит, все хорошо. В общем, рубрика батя с пассатижами дала следующие результаты. У нас по электричеству все хорошо. Напруга на аккуме есть, напруга до стартера доходит. Она там точно есть. Реле стартера исправное щелкает, все проверил, все цок-цок-цок-цок. И что я значит сделал? Поскольку не мультиметра с собой ничего нет, я снял разъем с втягивающей, вернее, не разъем, а один проводок с втягивающей. Владян там зажал ключ, чтобы на этот проводок шла напруга. И когда проводок втягивающую на клемму обратно ставишь, он искрит. С левой-то нагрузка есть, на втягивающую напруга приходит. Но втягивающая разогрелась до температуры ядра солнца, она горячая и она в клине. Таким образом, сейчас с собой с этим ничего не сделать. То есть нужно или снимать втягивающую, но для этого нужны ключи, у меня с собой сейчас их нет, либо менять стартер в сборе. Но стартер сам крутится, когда замыкаешь ножницами именно контакты на стартере, мотор стартера вращается, втягивающей нет. Можно завести с толкача, вы скажете. Отличная идея, троса с собой нет. Машин проезжающих не так на самом деле много. Те, кто проезжает, тут вон женщины на ландровере. Тут у нас с тросом не получится. И у нас проблема с холостыми. Потому что когда пару раз она все-таки схватывала, она схватывает и тут же глохнет. У нас почему-то нет холостых, ей не раскочегарится. Короче, с толкача не завестись. Попросили ребят с гаража 13 доехать с тросом сюда к нам, попробовать с толкача завестись, хотя бы доехать до сервиса, там менять втягивающую. Или стартер сбори. Ваше здоровье. Так, нам повезло, нам встретился добрый человек из подписчиков, у которого есть трос. Еще, 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 еще. Вот так. Все, пушка. Все, готово. Да, я аж говорю, какая-то херня. Я аж говорю, какая-то херня. Это от меня звук. Она пернула. Ладно, мы поняли, что холостых у нас нет. Спасибо. Да, да, да. Но мы все равно типа не уедем. Батя с пассатижами, рубрика, она продолжается. Батя с пассатижами обычно должен чинить планшет сына. Вот это, по идее, нормальная история. Но мы тянем матис. У нас нет ни инструментов, ничего. Значит, идея охладить втягивающий стартер. Вылили квас, на заправку сходили, набрали воды, под храном холодное. Это я ценил, кстати, да? Прямо вообще. Сейчас будем просто остужать стартер. Вот, собственно, на него сейчас льем. Прямо струится туда вода, по бедолаге. Уже вылили, собственно, две бутылки. Сейчас потрогаем его рукой. Если он прохладный, то попробуем снова завестись. На удивлением стал холодным. Это помогло. В общем, если моя теория верна и втягивающий просто заклинило от температуры, то сейчас мы ее остудили. Владян снова сядет, повернет ключ. Я подсокаю проводок. Я подсокаю проводок и мы заведемся. Но это ни к чему не приведет, потому что хвостых нет. Давай сейчас попробуем. А, так сейчас попробует Павел. Готов? Давай. Странно. Ну, короче, тут и скрит, но не это самое, втягивающему кобзда. Кум, конечно, такой. В принципе, на нем все время ездишь, да? Не заводишь бензина? Хватает, да? Надень. Так. Мотор в полном порядке. А? Полный бак, сотого. Звучит плохо. Максимально плохо звучит. В общем, у нас зарядка сейчас 12,9 максимум. Если включить фары, 12,3. Ну, вы поняли, уже разряд идет. Короче, проблемы с генератором небольшие, холостые полторы тысячи, топлива не хватает, перегревается, что еще? Стартер, спаси и сохраняй, если заглохнем, скорее всего, не заведемся. Все готово. Топливо, вроде как, есть, все, вроде как, есть, но при этом машина даже перестала заводиться. Сейчас покрутить ее стартером, она даже не будет схватывать. Вероятно, что-то где-то плюсик один небольшой отрыгнул и то ли какой-то из датчиков, то ли самый электронный блок управления некорректно что-то пытается сделать. В общем, машина даже не заводится. Сейчас ребята перепотрошат электрику, посмотрят соединение, которое они уже делали до этого, все ли верно, потому что давление, топливо вроде есть. Трубку, когда снимаешь от стакана, оттуда хлещет прям. Но заводиться, она не хочет. Видимо, что-то случилось. Так, я вообще редко когда жалуюсь, но мне прям ничего не нравится. Мне прям вообще ничего не нравится в этот раз. Ну зато честно, наверное, да? Ну почему бы иногда можно? Вот я прям, ну прям сейчас что-то мне не нравится. Не буду, наверное, ни на кого ругаться, хотя косяков, как по мне, ну ладно, в общем, не суть. У нас к человеческому фактору, если вкратце, в котором и я тоже участвую, то есть не то, что прям я тут встаю, а все вот вокруг значит плохие, там гараж 13, там и все. Нет, нет, нет. Тут какая-то у нас просто петля. Я тоже плохой в этой схеме. Короче, это походу были мозги или прошивка или не пойми что. В общем, Артем, тот же прошивчик, которого вы видели в первый раз в нашем видео, в прошлом видео. Он же приехал заниматься этой машиной. Он все и зашивает, настраивает, все хорошо, все работает, прогазовывается, накидывает прошивку базовую, бывает не базовую. В общем, все делается замечательно. Скидывают клемму, ждут меня, когда я приеду. Ну, скидывают клемму, а у меня там занят и прочее. Вот это вот ке-ке, как у Владислава, то же самое сейчас у всех случилось. В общем, я приезжаю через пару дней, мы клемму кидаем обратно и происходит то, что вы видели в начале этого видео. Типа, ладно, шляпа, с кем не бывает. Артем приезжает снова, перезаливает прошивку, все хорошо, все работает идеально, скидывают клемму, где-то минут 40 проходит, клемму обратно ставят. Мы возвращаемся в пункт А в начало этого видео. Артем меняет электронный блок управления на свой, заведомо исправный, накатывает эту прошивку, все работает, скидывают клемму. Через 40 минут мы в начале, это какой-то просто день сурка. Мы не можем снять это уже, блин, сколько месяцев. Это просто что-то невероятное. Уже было жарко, потом было холодно. Ну, в общем, приезжает снова Артем, меняет блок на тот, что был, который не держал эту прошивку и заливает прошивку от Запорожца, которая в этом блоке и стояла, которая им же и написана. Все хорошо. Диагносты, ваш выход, как говорится, одна прошивка живет, другая прошивка не живет. И это два разных блока управления. И это мне начинает очень сильно не нравиться, когда в машине поселяется какой-то вот этот демон. На все это накладываются варианты, например, что, ну, вот мы сейчас забрали машину, у нас температуру, датчик даже температуры не работает. С этим, чтобы вы понимали, меняли бензоосос, продували клапан обратки, то есть перелопатили здесь все, мерили все давления, все, что только угодно, уже все варианты проверили, залезли в бак, все трубки, все прочее. Машина просто взорванная, перелопащена вся заново. А мы с вами снова примерно там же, в точке А, в начале этого видео. Это какая-то... Вообще ничего, мне это не нравится. И тут, мы это уже сто раз проходили, не беда. Тут нужно просто приезжать в сервис самому и помогать ребятам присутствием, мотивацией, какими-то идеями. На самом деле, вам может показаться это смешно, но это реально работает. Когда ты все время в серваке и никого не отпускаешь домой, пока они не сдохнут, потом они сдохнут и продолжают работать дальше, пока не починят, это абсолютно нормальная ситуация. Все получается. Но здесь у меня не было возможности присутствовать. Ребята что-то сделали, вроде настроили, уехали, три дня ждем, потом выясняется, не работает. Снова что-то сделали, настроили, снова три дня ждем, приезжаем, снова не работает. Просто бесконечность. В итоге сейчас у нас стоит прошивка от Запорожца на том же блоке управления, что был в Запорожце, только с прописанными новыми форсунками. И что-то я сейчас как-то пробно нажал на... там, на прямике. По виду не очень. И это и все было бы ерунда, так бы серию сейчас записали и посмотрели бы, короче, что-то иное. Долго, ладно, не будем ныть. Давайте попробуем, возьмем и сразу замеримся. Ну вдруг просто у меня вот такое настроение, ну вот сегодня. Такое бывает раз там в пять лет, наверное. Но вот именно сегодня оно. Давайте попробуем. Так, ну мы все понимаем, что с одной стороны мое негативное настроение, оно же не влияет на то, как машину делали. И вдруг все действительно у нас неплохо. Просто у меня сегодня такое настроение. Сейчас почистим резину. Блин, зацепа очень много. Очень хорошо. Ну, давайте, пристрелочный. Что так? У меня редко, когда бывает такое настроение. Но сегодня оно именно такое. Гугу аж прикусил и больно. Хорошо, зацепа много. Но мы традиционно не едем, в общем, да? Сколько там? 6,9, да? Да-да-да. Все как я примерно ожидал. Ничего не меняется, никуда мы не едем. Сейчас я даже не буду долго страдать. Мы сделаем еще один замер. И, наверное, все. 6,7. 6,7. Секундочку. Секундочку. Давай попробуем сейчас переключаться. Не отпуская газ. Я понимаю, что я делал до этого момента все немножко неправильно. Так, я бы еще поездил, но у нас не работает датчик температуры, поэтому нам нужно на всякий случай подостыть. И во время первого разгона мне на ноги из-под торпеды выпал электронный блок управления машиной. Вот про что я, блин, говорю. Что все расслабились. Это называется машина не готова. Когда тебе задают машины, в которой на первом разгоне выпадают мозги из-под торпеды. Это что такое? Что, проблема была их зацепить или что? Ну, это какая-то нерешаемая задача или как? Поэтому я и говорю, что тут, с другой стороны, я же тоже мог это проконтролировать. Из хороших новостей у нас по нашему прибору в конце было 6,7. А, драги обычно всегда показывают меньше. Я не помню, сколько в прошлый раз но почти 6,5 будет тогда. Да, да, да. Там будет 6,55, что-то такое. Плюс я переключаюсь каждый раз с отпусканием газа, что, конечно же, неправильно. Сейчас мы остынем хорошо и поедем с переключением без отпускания газа, чтобы турбо у нас никогда не останавливалась. Дроссель не закрывался, чтобы. Но я на самом деле перестраховываюсь, потому что даже судя по положению всех возможных датчиков, у нас перегрева нет, вентилятор не сработал, но опять же ввиду вышеизложенных обстоятельств я не уверен, что вентилятор в принципе сработает, потому что вот мне не нравится вообще все, как сейчас вот ребята сделали. Прям не нравится. Ну и в любом случае эта прошивка не окончательная, потому что сегодня Артем, настрощик, нам сказал проверить, как оно вообще живет и дальше мы должны уже с ним встретиться и доотшиться в самые щи. Но если она даже сейчас поедет 6-5 с чем-то, это уже будет результат. Ну я прямо какой-то, мне вообще вот все не нравится. Вот она даже вроде и неплохо же едет. Я не помню, какой Пашраф у нас результат был по Драге. Кто-нибудь помнит? Сейчас у нас есть запись на Ютубе. Сейчас посмотрим. Если нам Драги в прошлый раз показал 6,7, мы уже едем лучше в любом случае. Это раз и два. Мы сейчас все-таки проверим давление в шинах, потому что мне кажется здесь прям много. Наверное. Наверное прям много. Сейчас узнаем. Итак, настроение у меня улучшается, господа. Вот уж простите, я сегодня буду с вами с какими-то женскими симптомами делиться почему-то. Но вот реально вентилятор работает. Это хорошо. Машинка подостыла. В колесах было аж по 2,5 килограмма. Это, конечно же, многовато. Опустили для приемлемых хотя бы до Матиза. Каких-нибудь 1,8. Запустили наш любимый Драги. А также посмотрели сколько мы ехали предыдущие разы. Так вот, предыдущие разы по Драги, по нашему любимому Драги, который вы все любите, мы ехали лучшее 6,8. Это было лучшее. Сегодня мы даже по Драгону ехали 6,7. Значит, по Драги это еще быстрее. Значит, машина едет. Давайте пробовать. Давай! 6,6. Аж здесь 6,6 написало. Это ж сколько мы едем на самом деле-то? А по Драги мы с вами поехали. Ну вы сами видели на экране. 6,47. Выезд из 6,5 у нас уже точно есть. Но она может быстрее. На полусликах по хорошему зацепу по лету Матис еще никогда не ездил. Он прямо может быстрее. Он хорош. Ну и, конечно же, переключение без броса газа очень хорошо. Отпустил газ. Давай! Плохо. Это плохо было. Это плохо было, потому что я зачем-то отпустил газ на переключении первая-вторая и сильно забуксовал. Вначале это все равно было 6,54. В округлении это все равно 6,5. Очень близкий результат показывает, что по идее очень хорошо. это говорит о надежности и то, что со смесью все в порядке. Машина едет плотно своей цифры. Давай отсюда еще разик попробуем. Для справедливости в обратную сторону. Все бомбят, что мы ездим с горки, что-то еще. Однако Драги всегда сам учитывает уклон. И если уклон больше чем допустимо, то он пишет, что результат некорректный. но это было неплохо как по виду. У меня сбилась моя телеметрия и результат был... ну да. 6,8. В этот раз мы не поехали. Видимо, мы перегретые просто. Потому что мы подряд много раздолбим. Я думаю, он молодец. Ну что, и традиционно ваше предположение. Владян, давай с тебя начнем. 6,3. Так, Никита. 6,6. Так. 6,5. Лучшее 6,47. На удивление. Также была цифра 6,53, по-моему. То есть прямо 6,5. Как сказали, так и сделали. Причем 6,47 даже с запасиком как бы. А дальше она просто пошла перегреваться и он все по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть падал. Ну, в общем-то, традиционно. А когда уже заплавали обороты, ну, вы понимаете. Тут, наверное, многие, конечно, сейчас ребята из сервиса скажут, что претензии-то, по идее, должны были предъявляться по окончании работы. Как бы задача на серию 6,5 она, извините, выполнена. Но все равно косяки есть, я считаю. Косяки есть. Ну, что ж. Что ж. Ну, наверное, сложно быть недовольным таким результатом, когда 6,5 как работает турбо. Вот та была чешская турбо от Газели, а теперь у нас просто другие форсунки и нормальная турбо от Разволюшина. И все, поехало. Причем в давлении больше не стало, но тяга стала плавная. Ушло вот этот вот эффект, ушел эффект подрыва посередине. То есть, видимо, теперь этого подрыва нет, теперь он есть всегда одинаковый. надо поработать еще на переключении все равно, когда машина, ты переключаешься на первый, все равно она как будто немножечко подздувается и потом начинает набирать заново, даже если мы делаем это не отпуская газ. Но это уже особенности прошивки. В общем, дальше мы, по идее, зовем Артема и он уже на живой машине. Вот она живет, едет, все отлично. Просто корректирует эту прошивку под наши фактические параметры. Да, интересно. У нас в этот раз серии есть все в Бухте-Барахте. Дело в том, что мы ее снимаем сегодня в четверг, когда вы, наверное, прямо сегодня вечером это видео ждете. А мы его сегодня только снимаем. Ну, потому что вот так у нас она раскладывается фосмажорный по нашей вине. Сразу вот так он, говорю, по нашей вине. Мой косяк, чистой воды. Так все складывается. Поэтому, наверное, провести эту гонку мы уже сегодня не успеем. ни по времени, ни по нашему с командой физическому состоянию. Но, тем не менее, 6,5. Ладно. Давайте посмотрим. Ну, по городу надо проехаться, я считаю. Мы встали на светофоре и у нас целых 60 секунд. Обороты плавают, конечно. Беда. А мы сейчас не перегретые. Че им плавать-то? Ну, в общем, да. Есть особенности настройки и доделки автомобиля. Потому что вот че они плавают? Они плавают, скорее всего, потому что есть подсос воздуха где-то. Кстати. Я же даже, наверное, знаю, где. Че я туплю-то? Можно же стоиться и посмотреть. Ну, ладно. Это еще остановимся и посмотрим. В общем, холостые есть. Это нормально. Пусть плавают себе как хотят. Я тоже плаваю. Мы хотели показать вам, что на самом деле это получился не корч. То есть некоторые машины, когда становятся быстрыми, особенно когда они для этого завода не предназначались, после серьезного увеличения мощности становятся очень трудноуправляемыми или специфично управляемыми. Это не касается Matiza. То есть здесь, чтобы трогаться, практически не нужно подгазовывать. Он едет прекрасно с холостых, с любой передачи. Ему вообще ничего не надо. И с новой турбой получается очень прикольный эффект. вам не нужно раскручиваться. То есть вот мы едем сейчас на четвертой передаче на 60 км в час. У нас тахометра нет конструктивно, поэтому наших оборотов не знаем. Но они явно там до 2000. И нажимая отсюда в пол, мы слышим, мы слышим, что турбо начинает дуть сразу же. Мы специально сделали сейчас этот впуск воздуха здесь, практически в салоне, чтобы мы четко понимали, с какого момента турбо реально начинает дуть. это не какой-то там мифический приход на педали газа, который вот мы ждем, и вот он настиг. Вот с места мы сможем практически со второй, да? Вообще со второй. То есть мотора для этой машины настолько много, что ему не надо раздуваться, потому что даже в своем атмосферном варианте он прекрасно ее тянет. Через это у вас получается ощущение, вот я пятую передачу воткнул с 65. Это ощущение дизеля. Он везет просто всегда с холостых, потому что даже на холостых у этого двигателя мощности будет примерно столько же, сколько у штатного Матизовского двигателя уже на оборотах. Ничего не надо. Не надо раздуваться, не надо с больших оборотах стартовать. Вот смотри, мы стали на красном, но это однозначно гонка. Смотри. Все. 60, 72 километра в час. То есть все очень просто. Она получилась очень приятная, очень городская. через то, что мы не меняли ни рулевку, ни подвеску, ничего. Это все тот же Матизик. Есть у него, конечно, свои небольшие недостаточки, но тем не менее, даже есть GTR. Ты же это видишь? Но это же GTR. Я в жизни никогда с GTR-ом рядом в пробке не стоял. Вот мне никогда не везло. Я GTR-ом видел всего несколько раз жизней. В Питере их совсем немного. Когда Гордея здесь жил, их было больше. Потому что он на нем ездил. А сейчас Гордея нет. И GTR это что-то иногда проезжающее. Устилова. Вот. Ну и как бы GTR вот так я даже не трогал никогда в жизни не сидел внутри. Вот он стоит и мы еще на заряженной убийце. А? А он же не сможет стоишь едет GTR и его обгоняет Матиста. Знаешь, что это будет? Это будет позор. бедолага. Бедолага. на Матисе. Да, есть нюансы. Матис и так всегда в стоке располагал к суете. Ну просто вот максимально располагал к суете. А сейчас мы еще на заряженном Матисе. И вот сейчас играет не в нашу пользу, только естественно то, что ну Петербург стоит в пробках. Мы не можем даже двух перекрестков проехать, чтобы совпадал зеленый. Нет, мы просто стоим на каждом по 30 секунд. стоим и видимо подзакипаем. Ну-ка, врыв поток естественно. Да на нем все очень легко. Как его возит, конечно. Скорость 80, чтобы ты понимал, вот он, вот он, смотри, на разборку поехал? 5 литров? Да! Нет, да, 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 походу, только не знаю, оригинальные нет, но 4 ствола, похоже, что оригинальные 5 литров. Красавчик! Сегодня что за день такой? Мы на Матисе, GTR, 5-литровый Defender, мы шашкуем как цари. Нам просто вот туда-сюда передачи лево-право руля сделал, настроение повышается. Ну реально, с любой, давай третью. Вот мы едем 25 км в час, 20 ровно. Вот мы ее воткнули с 20, и она вывозит с 37. И она отправляет нас в рай, но мы не превышаем, потому что здесь куча камер, и вот мы едем 80. Блин, такой запас на педали, что ты как бы на пятой едешь, и тебе нужно очень внимательно следить за педалью газа, иначе ты моментально выскакиваешь за разрешенную скорость, а этого не хотелось бы. То есть теперь на Матизе открываются такие варианты, типа, знаешь, строиться в поток. Не важно, причем, какое расстояние между тачками, и какая у вас разница в скоростях. Ты просто захотел строиться в поток, вот мы едем в гору 77 на пятой, и мы поползли, и мы поползли, прям реально, смотри, насколько хорошо рано раздувается турбина, как приятненько. Да, этот конфиг мотора, конечно, хорош, ну, на данный вес еще, опять же, понятно, что когда машина весит 800, это всегда приятно. Смотри, сейчас врываемся, классическая ситуация врыв на кольцо. Врыв на кольцо происходит как? Вы вот из города едете 80, блин, так непривычно 80 ехать на пятый. Блин, эти адские звуки. И вот вам нужно ворваться в колечко. Для Matisse вы уже двигаетесь на около хороших скоростях, и у вас нет мощности, чтобы рвануть отсюда в третий ряд. Такое невозможно. Здесь третья, деван. Переключение без сброса газа это огонь. Ремонт в смысле слова. Скример же на улицу выведен, оттуда же все бахает. Да, у нас все шумит, но опять же, мы так хотим. FM4. как мне нравится эти отстрелы со скримера. Это просто прикол. нам прям здесь скучно, можно холостую сбрасывать, снова нажимать. на улицу. Ямки, ямки, ямки проходятся, комфортно, нормально, потому что подвеску никто не зажимал, дубовой не делал. Все, абсолютно гражданская тачка на гражданской рулевке. Да, конечно, это ведет к тому, что эта рулевка явно могла быть лучше, явно маятник сзади можно было бы как-то убрать. вот этот вот идиотский суета. Спасибо, братишка. Как он залезает просто вообще во все ворота. Блин, до нем даже суету в потоке она как-то происходит, знаешь, поскольку он маленький, привычные тебе зазоры, ты влезаешь не со скрипом уже такой думаешь, влезу, не влезу, а просто вот так фух и залетел. Все. То есть не требуется каких-то там сверхусилий, чтобы попасть в те же самые его возят, ну реально, когда нажимаешь на газ, его возят. Что поделать? Такая ситуация. Надо быть к этому готовы, что при нажатии на газ ты все равно налево сильно доводишь руля. Да, но поскольку он узкий, ты можешь в этой ситуации, так сказать, немножко подождать. Блин, кайф тачка, кайф, реально кайф. Пацаны, мы начинаем закипать, поэтому мы заехали на Роснефть, сейчас тут постоим, подостывать будем. Так же есть немножко нерешенных проблем с охлаждением. У нас не хватает вентилятора и возможно эта проблема существует только потому, что пока что бета-прошивка. Возможно, не та смесь, всегда повышенные холостые, ну вы поняли, в пробке мы закипаем. На ходу мы вроде не кипели, вроде бы, но и трудно кипеть на ходу. Ай, я как обжегся, вот эта палка, она просто, она же здесь над турбой получается, в этом месте. Да, тут прям, но в остальном все, не подтеков масла, ничего, сейчас остынет и поедем и зафиналимся. Удивительно, даже скорее то, что это предпоследняя или предпредпоследняя серия. Возможно, даже и предпоследняя. Потому что нам осталось что? Нам осталось отстроиться и поехать чуть быстрее? Мы все понимаем, к чему это приведет. Самые топовые современные переднеприводные машины едут 6.1, 6.3. Ну, то есть, нам прекрасно известны наши пределы и они не то, чтобы прям на сегодняшний день шокируют, это просто будет веселее, класснее, стабильнее, здорово. Но в цислах результат и вот эта первая эмоция, она будет такая же абсолютно. Нам нужно немножечко разобраться с маляркой, потому что вот есть некоторые нюансы и, собственно, Матис будет продаваться как есть. Цена какая-то будет конь, скорее всего, и, по-моему, кто-то уже хотел купить и даже на себя забронировал. Так что ничего даже вам и не говорю. А, в общем-то, и все. Это и был тот самый проект, который вот рах-бах вкинули-поехали. И ирония это судьбы в чем, что это до сих пор турбо-шестнарец запорожца, напомню вам. Он работает до сих пор на этом же мозге и на его же прошивке. Артем тогда создал что-то великое. И, возможно, сам даже до этого не догадывался, но он сейчас настолько приятно едет на этой турбе. По-моему, нету ямы, да, вообще, Никитос? Я даже не почувствовал. Нет такого понятия, как турбо-яма. Она дует с самого низа и до самого верха. Просто потрясающе эластичный. Возможно, потому что что-то настроено не так. Не можно настроить так. Если ямы нет, что можно сделать? Чтобы она появилась за счет того, что вот здесь привалит сверху. И, возможно, в следующей серии мы это и получим, что как раз привалит сверху. Но это нужно уже вместе с Артемом ездить, кататься, встречаться и сниматься. И заодно, естественно, будет гоночка. Без этого никуда, господа. А так, пока что я очень доволен, потому что было много сомнений на тему, что, ну, в принципе, кузов Матиза и шасси Матиза никак не приспособлены к такой мощности. А на самом деле, да. Впрочем, если говорить честно, то и мощность мы пока что не знаем. Хотя, исходя из этого разгона, у нас что-то под 200, там, 180 должно быть. Если JCV, которая ехала 6,3, там 235, по-моему, сил, да, Игорян? 230 сил. Ну вот, и она едет 6,3. Мы едем 6,43, ну и у нас, на переднем приводе это сильно, конечно, но считайте у нас до 200 где-то там, 180-190, то есть мощность уже хорошая. Подровняем до двушки и поехали. И там уже нужно будет обязательно померить и квотер, и, конечно же, самый главный ответ вообще всей вселенной в этом мире. Какое 100-200 у Матиза? Важнейшая информация, которая нам всем, безусловно, однажды пригодится в этой жизни. Спасибо вам всем, что смотрели это видео. До встречи в следующем. Уже не так долго ждать. Сезон в разгаре, мы его будем обязательно использовать. Удачи вам всем, как нам сегодня. И пока-пока.